Добрый вечер! Я Илья Шаблинский, профессор Университета Кеннеди Вестерн. Я Илья Шаблинский, профессор Свободного Университета Рига. О чем я хотел сразу спросить Мамина Шакирова? Вот сейчас все еще катится эта волна пропалестинских митингов в Европе. Вы были недавно в нескольких европейских столицах. Что, действительно, эта все еще тема так актуальна? Ну, если говорить о Лондоне, я побывал в Великобритании неделю назад, то в субботу действительно несколько тысяч человек вышли к зданию парламента. Там такой перекресток, с одной стороны парламент, с другой стороны вестминское аббатство. Несколько тысяч человек с микрофона, все было организовано, оцеплено полицией. И была такая очень агрессивная толпа. И, естественно, они выкрикивали лозунги «Стоп войне!» «Хватит убивать детей!» Но то, что мы видим на многих других картинках по всему миру. Но, кстати, я должен сказать, что, как мне показалось, там все-таки, несмотря на то, что Лондон такой пестрый очень город, там живут и выходцы из Пакистана, Индии, и из арабских стран, основной контингент были выходцы из арабских стран. А то вот индусы или пакистанцы, мне кажется, они были или в меньшем количестве, или я их там почти не заметил, но с флагами. Но эта агрессия, она была в рамках этой территории. Потому что там была конная полиция. Естественно, их не выпускали за пределы определенных... То есть, допустим, к мосту проход был перекрыт. Мост, который соединяет тот кусок, где здание парламента, и другой берег, где этот Лондон, колесо обозрения. В основном это были люди арабского происхождения, как мне показалось. Микрофоны были включены под навесом, и были еще отдельные точки, где выступали разные ораторы, в том числе и женщины. Очень было много женщин. Мне кажется, это был такой спуск энергии, выброс. А потом, когда все это закончилось, люди спустились в метро и разошлись. Вот я... Нельзя сказать, что я чувствовал себя там... Чувства страха у меня там не было, что там сейчас толпа будет взвинчена этими ораторами, они пойдут что-то громить. Нет, такого ощущения у меня не было. Многие аналитики считают, что нынешние новые левые, или там старые, или новые левые в Европе, вот они присоединились к пропалестинским демонстрациям, они как-то по-своему выражают свой протест против действий Израиля, но они вообще к Израилю относились всегда как к главному союзнику Соединенных Штатов. Вот вы в этих европейских столицах почувствовали что-то, какие-то проявления вот этой политики со стороны левых организаций, тех, кого мы традиционно относим к левым. Ну вот из тех интервью, которые я видел, там некоторые были, я так понимаю, что коренные, ну не коренные лондонцы, а лондонцы европейского происхождения, скажем так, корректно. Вот основной тезис, который я слышал от них, это вот Хамас, это террористическая организация, она подлежит там, если не уничтожению, то, по крайней мере, ее надо ликвидировать, но вот палестинцы, арабы, которые живут на территории Палестины, им надо помочь, и нельзя их создавать такие условия, чтобы они были на грани исчезновения, и нельзя, ну надо быть аккуратным в том, чтобы не повредить им, потому что им там жить, им там рожать детей и так далее. Поэтому они все-таки, вот эти левые, разделяют Хамас от арабов-палестинцев, то есть вот это как я понял. Но, конечно, есть, я уверен, что среди них антисемиты, которые просто это не принимают ни в какой форме, что Израиль создал там свое государство, и такие тоже бывают. Но в основном те люди, чьи мнения я слышал, у них как-то более-менее взвешенное. Вот. Но мы же знаем, что это вот это левое движение, но оно же есть в каждой стране. Да, и в России тоже. Ну, не знаю, насчет Латвии. В России, вы знаете, про Россию это отдельная история. В России, мне кажется, если скажут... В России живет в режиме философии осажденной крепости. Если Россия сегодня скажет, что наш враг Израиль, то, естественно, весь вектор будет направлен именно на эту стезю идеологическую. Мы уже почти сказали. Ну, вот, да. Поэтому если мы сейчас подходим аккуратно к теме дагестанского погрома, то, мне кажется, это вот как тот фактор, что накручивание ненависти, оно вот вышло вот таким боком. Да, это точно. Ну, что касается положения в самом Израиле и в секторе Газа, да, есть две стороны у этой беды. С одной стороны, практически все крупные политические силы сходятся в том числе и во многих арабских странах, сходятся в том, что Хамас — это террористическая организация, от неё надо избавляться. С другой стороны, как не нанести ущерба мирному населению сектора? Ну, вот в США позиция однозначная. В США совсем недавно Палата представителей приняла закон голосами республиканцев. Голосами республиканцев приняла закон о большой, значительной финансовой поддержке государства Израиль. Но этот законопроект столкнулся с препятствиями в Сенате. Что это означало вообще? Что это такое? Ну, это как раз не новость. Это было предсказуемо. Ещё до голосования в Палате представителей и Байден, и демократическое большинство Сената говорили, что они не будут принимать пакет, в котором нет украинской составляющей. И, собственно говоря, это и произошло. Значит, что теперь произойдёт? Значит, дальше, скорее всего, этот пакет будет направлен на подпись президенту. Президент наложит вето. После наложения вето это вернётся в Палату представителей. И мы будем наблюдать вот это вот перетягивание каната, который сейчас ещё подогревается гонкой предвыборной. Вот вчера состоялся третий тур дебатов. На них квалифицировано было пять человек. А, дебатов внутри республиканской пары? Да, среди дебатов кандидатов на пост, не на пост, вернее, а кандидатов на будущие дебаты и конкуренцию с демократом. Значит, у демократов всё понятно. Несмотря уже на то, что призывы к Байдену становятся всё громче о том, чтобы он всё-таки пересмотрел своё желание баллотироваться на второй срок, он, скорее всего, будет баллотироваться. А вот у республиканцев осталось пять человек. Это Рон Ди Сантис, Ники Хейли, Вивек Равам Сани и Крис Кристи. И в последний момент к ним присоединился Тим Скотт. Что здесь показательно в этих дебатах? Это в этих дебатах, безусловно, победила Хейли. Ну, это и понятно, поскольку основной темой был международный новостей. Ники Хейли единственная женщина. Это единственная женщина, это бывший представитель Соединённых Штатов в ООН. И поэтому понятно, что ей были как бы все карты в руки. И вот она задала тон, и все остальные кандидаты повторили о том, что Хамас должен быть уничтожен, а Израилю надо помочь любым способом в тех объёмах, которых он запрашивает. А про Украину? Вот, ещё показательно то, что Украина вообще не присутствовала, то есть вообще не присутствовала на этих дебатах. Она как бы отошла на задний план, и кандидаты республиканцы следуют позиции своей партии о том, что эти пакеты надо принимать по отдельности. То есть у демократов был пакет, где подразумевалась финансовая помощь Израилю, Украине и Тайваню? Нет, не Тайваню, значит, остальное шло на обеспечение безопасности южной границы с Мексикой. Остальная часть пакета. Значит, Тайвань там не присутствовал. Но 106 миллиардов, 105,5 миллиардов, из которых 14,3 должно было идти Израилю, 60 с чем-то должно было идти Украине. Это в сумме уже 74,3, остальное на укрепление южной границы с Мексикой. Ну вот теперь это становится проблемой, потому что вы знаете, что спикер палаты, он относится к таким ярым трампистам. Трамп позавчера в очередной раз заявил, что когда он будет президентом, он эту войну в 24 часа закончит. Он другу своему Владимиру предложит вот эти вот 20% территории. А Зеленскому предложит этот подарок принять. Ну, я не понял. Кто хочешь сказать, что Трамп вчера конкретизировал свой мирный план и говорил о том, вряд ли он называл Путина другом. Нет, это безусловно между строк. И он говорил о том, что вот он предложит Зеленскому отдать 20% территории Украины. Да, Зеленский несколько дней назад пригласил Трампа лично приехать в Киев и посмотреть на эту войну вблизи. Трамп дипломатично отказался, сказал, что этим он подорвет те усилия, которые в этом направлении предпринимает демократическая власть. То есть от посещения Киева и от приглашения Зеленского он отказался. Надо быть внимательно действительно перечитать, что он говорил об Украине в эти последние дни. Это действительно одна из важных тем, что Трамп думает об этой войне, потому что его шансы, насколько я понимаю, возрастают. Я так понимаю, что вот все те кандидаты от республиканцев, которые сейчас дебатировали между собой, они не дотягивают и до половины рейтинга Трампа. Что-то в этом роде. Поразительно вот что. Демократическая партия, вот сейчас были промежуточные выборы, но не промежуточные выборы в Сенат и в Конгресс, которые бывают раз в два года. А это выборы на уровне штата и на муниципальном уровне. Практически все эти выборы выиграли и референдумы, которые проводятся в штатах, ну практически по любому поводу, бывает часто на разных уровнях. Например, в Ахайе демократы инициировали референдум по поводу возвращения абортов и выиграли. В Кентукки переизбрали демократа на пост губернатора. В Вирджинии теперь и верхняя и нижняя палата их парламента, и губернатор тоже демократ и так далее. Так вот, демократы побеждают как партия, а Байден все больше и больше отстает от Трампа в индивидуальной гонке. Вот что... То есть, что есть такие данные уже социологических опросов? Есть данные Пола, есть данный социологический опрос в Сиена-Калледж, это довольно влиятельный опрос, который показывает, что Трамп лидирует практически во всех штатах, которые называются battlegrounds. То есть, штаты, которые... или swing states, которые колеблются всегда. Так вот, в пяти из шести только в Висконсине, при этом все эти штаты, во всех этих штатах победил Байден в 2020 году. Они теперь, так сказать, если бы сейчас состоялись выборы, Трамп легко бы набрал 300 выборщиков при нужных 270. То есть, мечта Кремля, мечта Путина сейчас близка к реализации. Они действительно полагают, очень надеются, что к власти придет республиканская администрация в ноябре следующего года. Правда, ноябрь-то еще не завтра. Для американцев год, а осталось до выборов год, выбор состоится 5 ноября. Вы знаете, да, это первый вторник после первого понедельника ноября, в данном случае это 5 ноября. Это для них как полет на Марс. То есть, это такая дистанция, когда может все произойти. Вот можно спросить, скажите, Борис, а что может спасти Байдена вот в такой ситуации? Экономика, победа в войне Украины с Россией или какие-то другие международные успехи? Поразительный факт нынешней предвыборной гонки заключается в том, что республиканцы, в частности Трамп, оказались на высоте именно в экономических вопросах. Несмотря на то, что сейчас экономика находится на подъеме, Трамп и его сторонники обвиняют Байдена в том, что они раздали слишком много денег, этих самых вертолетных денег, в результате разогнали инфляцию. Поясни, вертолетные, это во время ковида. Во время ковида, да, это как раз было при Байдене. Байден попал в ту же, собственно говоря, ловушку, которую не он создал, в какую попал Обама в 2008 году, когда разразился ипотечный кризис. И это не вина Байдена, имеется в виду ковид. Но по мнению республиканцев и Трампа, он, так сказать, и его администрация вели себя очень... экономическая политика была очень неоправданной. Сейчас в Соединенных Штатах, я вернулся недавно из Соединенных Штатов, очень сильно выросли заработные платы. Очень высокая для американцев, это 5-6% инфляция и практически невозможность пригласить к себе домой ни сантехника, ни ремонтника, потому что просто за эти деньги люди не хотят работать. Хотя минимальная зарплата теперь установлена практически во всех Штатах на уровне 15 долларов в час. Момин, несколько слов. Если у вас какие-то впечатления остались от поездки по Европе, вы заметили какие-то экономические изменения? Вы заметили какие-то сдвиги в лучшую или худшую сторону? Я скажу, отмечу при этом, что, да, правокандистские СМИ в России каждый день сообщают о том, что Европа терпит катастрофу. Ну, давайте, если любого туриста или путешественника волнуют цены, то, конечно, когда 4-5 лет назад билет, экскурсия в парламент стоила 19 евро, сегодня это стоит 25. Ну, в фунтах, это будет 25 фунтов. Все музеи, если там это стоило 15 фунтов, то теперь это 19. Поэтому это очевидное подорожание, и это сильно бросается в глаза. Ну, то есть жизнь дорожает. Я думаю, что как раз война в Украине на это тоже влияет очень сильно. Потому что и вертолетные деньги, о которых вы говорили во время ковида, их тоже раздавали, и в том числе же печатали и Британии. Вот. Вот это вот бросается в глаза. Британцы, собственно, из-за этого выходили из Евросоюза, чтобы иметь возможность самим эмиссию контролировать. Да. Ну, в основном взгляду путешественника особо больше ничего примечательного я не заметил. Но я был еще, естественно, в Мальме, Швеции, и в Копенгагене, в Дании. То, ну, это нетрадиционно такие страны, они дорогие для посещения туристов. Но там тоже очень высокие цены на посещение музеев, и это, конечно, тоже бросается в глаза. Но что еще? Но если говорить об урбанизации, вот я заметил, что Стэн-стрит, улица, она начинается после моста Ватерлоу. Вот раньше она была сплошная с трафиком, проходил транспорт. А сейчас отдельные фрагменты, они стали пешеходными. То есть центр превращается постепенно вот в пространство больше для пешеходов, нежели для машин. Но это тенденция во всем мире, в европейских странах. Они стараются как можно меньше машин запускать в центр города. Исторический центр города. Исторический центр города. А вот эта вот сити, вот эта улица, где знаменит это здание суда, называется Королевский суд. Это знаменитое здание. Кингс, да, Скорр. И так вот эта тенденция, она, мне кажется, продолжается. И стало меньше машин в центре Лондона. Ну, потому что въезд в Лондон стал платным. Нет, он стал платным. Он был платным. Он стал еще дороже. Если там стоило, по-моему, 7 или 8 фунтов, сейчас, по-моему, все 10 или 12. Бог мой. Въезд в Юрмалу, 2 евро, кажется, просто смешный. Это смешно. Ну, пожалуйста, в Соединенных Штатах, в Джордж-Вашингтон-Бридж, основной мост, соединяющий Нью-Джерси с Манхэттеном. В Нью-Джерси живут в основном довольно состоятельные люди, которые работают на CNN, CNBC, NBC, ABC. Значит, когда я приехал в Соединенные Штаты, значит, мост стоил 7 долларов. Сейчас он стоит 23. Одна поездка через этот мост – 23 доллара. Я даже не могу представить, сколько может стоить проезд через мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Да, наверное, немало. Давайте вернемся к горячим темам. Президент США обратился к правительству Израиля с предложением устроить три дня паузы в боевых действиях. И для того, чтобы уточнить положение заложников, ну и решить какие-то гуманитарные вопросы. Туда идут гуманитарные конвои через пропускной пункт Рафах в Египте. Но, как я понял, премьер-министр Израиля как-то без энтузиазма отнесся к этому предложению. А, кстати, Мумин, а как вы считаете, сейчас вот некий наметился раскол между Натаньяху и Байденом, если персонифицировать. Байден все больше и больше смягчает свой тон и все больше и больше ссылается на гуманитарные вопросы. А Натаньяху стоит непреклонно и говорит, что никаких поблажек террористам даже на несколько часов не будет. Вы знаете, они же оба политики, да, и которые зависят от своих избирателей. Естественно, Байден печется о своей предвыборной кампании. Естественно, его поступки надо рассматривать через то, как на это будет реагировать пресса, общественность. То же самое у Натаньяху. Он же прекрасно понимает, что после такого колоссального провала, когда 7 октября погибло более 1400 человек, точность подсчетов пока еще, мы не знаем, что не все еще до конца известно, то, естественно, он не может себе позволить остановиться, потому что будет колоссальное давление со стороны людей, которые ждут реванша и мести. А вам не кажется, что Натаньяху еще стал заложником маленьких вот этих вот ортодоксальных религиозных партий, ведомых, в первую очередь, партией ШАС, которые в первую очередь настаивают на безоговорочном продолжении этой военной операции до полного, как они говорят, полного подкурения искоренения террористов. Но мне кажется, он вообще прижат к стене всеми этими обстоятельствами, и 7 октября будут исключительно связывать с его именем, потому что это же прокол главы правительства. — Вы знаете, Голдемейр добровольно ушла в отставку после провала начального периода. — Войны судного дня, в 73-м году. — То есть они начались, собственно говоря, аналогичным образом, и она ушла добровольно. — После окончания. — После окончания. Думаете, Натаньяху уйдет добровольно? — Смотря чем закончится операция по уничтожению Хамаса, если он добьется колоссальной победы под корень вырежет эту террористическую организацию, которую в цивилизованных странах считает именно террористической организацией, то, конечно, мы выйдем на формулу «победителей не судят». Но, с другой стороны, все равно найдутся люди и партии, которые спросят, почему ты допустил такой провал. У Байдена совершенно другая ситуация. Он, конечно, за то, чтобы уничтожили Хамас, но он же прекрасно чувствует дыхание этой мусульманской аудитории, которой тоже надо подыгрывать. — Да, которая очень велика в Штатах. — И у меня к вам вопрос. Если можно, у нас программа называется, ваша программа называется «Другие берега». У меня был опыт съемок фильма «Таксисты». Я снял картину про трех таксистов из Таджикистана. Один крутит баранку по Садовому кольцу, другой по Манхэттену, а третий остался в Душамбе в Таджикистане. И три таких параллельных истории. — Три истории. И самое интересное, что я придумал такой ход, что истории своей жизни мои таксисты рассказывают пассажирам. Я поставил 4-5 камер внутри салона автомобиля. И вот благодаря вопросам, которые задают пассажиры, ну, в беседе, да, разные пассажиры, их около 60 я снял, из них 20 попали в эту картину. И потом я понял, о чем я снял картину. Сначала, когда ты запускаешься в такое замечательное путешествие, ты не понимаешь, чем это закончится, потому что я же не говорил, не давал установку пассажирам, что спрашивать. Спрашивайте все, что угодно. И я пришел к выводу, что таксист таджик, который в Америке, ужасно хочет стать настоящим американцем, получить грин-карту и реализовать себя уже в новой для себя стране. Таджик или узбек, он был по национальности, но из Таджикистана, который был в Москве, крутил баранку по Садовому кольцу, он хочет заработать определенные деньги, вернуться домой в Таджикистан и умереть в окружении детей, внуков и остальной родни. Что и произошло, кстати, он вернулся домой и умер. Это уже было после окончательного монтажа фильма. У меня к вам вопрос. Вот правда ли, что американский котел все еще плавит иммигрантов, которые пребывают, в том числе, из мусульманских стран, и поэтому вот этого напряжения, которое есть в Европе, мусульманское давление в Европе гораздо сильнее. Мы видим это и по митингам, и то, сколько миллионов мусульман живет в Германии, сколько их живет в той же Англии. Плавит американский котел другие народы, которые пребывают в Америку, их дети становятся настоящими американцами с английским языком, или этот двигатель немножко работает уже не так, как раньше? Я получил такую возможность. Я прожил больше 30 лет в Соединенных Штатах и смотрел на это изнутри. И, видимо, мой глаз замылился. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, действительно, надо было выехать из Америки, пожить пару-тройку лет в Европе, посмотреть на Америку с европейского берега, а потом опять попасть в Америку, может быть, даже на короткий срок. Вот я это все проверил, проделал, и могу сказать, что да, Америка продолжает оставаться плавильным котлом. И не случайно у вас таджик из Москвы хочет вернуться в Таджикистан, а таджик из Манхэттена хочет остаться в Америке. Потому что социальные лифты в Америке, когда ты много и хорошо работаешь, действуют, социальные лифты в России отсутствуют. Для мигрантов? Да, для таджиков и узбеков. Почему? Потому что они не могут адаптироваться, у них нет шанса стать частью большого российского общества. Минимальные шансы. Есть, конечно, которые остаются, но в основной массе они возвращаются домой. Ну, посмотрите, хотя бы даже вопрос вида на жительство. Значит, американская грин-карта выдается на срок от 5 до 10 лет сразу. Все, что тебе нужно, это два раза, раньше был один раз, а теперь два раза появиться в Соединенных Штатах. Просто появиться и уехать. Вид на жительство в Европе, временный вид на жительство, связан со сбором кучи документов, подтверждением твоего финансового положения, статуса. И это делается каждый год, и ты из пяти лет должен прожить не меньше четырех лет в этой стране. То есть американское иммиграционное законодательство гораздо более либеральное, чем европейское. Но я бы еще отметил момент толерантности, потому что ксенофобия в России мощнейшая. Ну, с Россией мы вообще даже не сравним. Нет, ну, знаете, таджик или узбек, который приезжает в Америку, он приезжает в абсолютно чужую среду. А сюда, таджик-узбек, который приезжает в Москву, он приезжает в бывшую метрополию. И все-таки была связь, когда там он родился, он был гражданином Советского Союза, все-таки был какой-то общий знаменатель социальный, да? Ну, имеется в виду гражданство, школа, образование, литература, все-таки он что-то проходил из-за общей программы. Америка абсолютно чужая. Казалось бы, здесь он должен быть ближе. Ближе по ментальности, по... В России, да. В России. Россия не принимает, в том числе из-за ксенофобии. И неприязнь он к себе почувствует больше, конечно, в Москве или в Санкт-Петербурге. Таджик или узбек, да, он почувствует эту неприязнь. Ну, ее как-то преодолевают, стараются не замечать, делать дело, зарабатывают деньги. Но в США эту неприязнь он не почувствует. Это родственник. Конечно, и никто ему не скажет, что ты инородец. Потому что, ну, с одной стороны, это нация эмигрантов, а с другой стороны, это просто воспитывается, в том числе и кинематографом. Если вы помните, есть был гениальный фильм в 50-х годах, скованный одной цепью. Ведь американские режиссеры без партии и правительства сами приняли решение снять такой фильм, где наручники скрепляли белого и черного, они бежали от полицейских, ненавидя друг друга, к концу фильма они друг другу потеплели. Это же тоже работает. Это есть вот та толерантность, которая исходит изнутри, а не по приказу Белого дома. Вернемся к темам, связанным с новостной повесткой. Ну, не самые у нас, да, такие радостные сообщения. Идут бои в секторе газа, городские бои, тяжелые, вязкие. Там есть жертвы с обеих сторон, их все больше. Но вот возникает вопрос о том, как, что будет... Израиль не публикует данные о своих потерях. Некоторые цифры просачивались. Некоторые цифры просачивались. Вы знаете? 33 человека из Сахал погибло. А, 33 человека. Да, такие цифры, известно. Ну, так озвучили. А цифры, которые озвучивает там, к цифрам, которые озвучит Хамас, к ним, ну, относиться серьезно получается нельзя. Нет, я как раз спросил про Израиль. Они какие угодно озвучивают цифры. Но, так вот, сейчас обсуждается вопрос о судьбе сектора газа, об управлении этой территорией после, предположим, все-таки после окончания боевых действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен объехал несколько ближневосточных государств, известных монархий, богатых монархий в том числе, в том числе государств, у которых были дипотношения с Израилем, были и есть дипотношения с Израилем. Он встречался с Махмудом Аббасом, главой палестинской национальной администрации. И вот какая вырисовывается тут картина? Как в США видят будущее управления палестинской территорией газа? Есть ли тут разногласия у администрации США и Израиля? Есть, и довольно значительные. Натаньяхов объявил, что вопрос вывода войск после того, как Хамас будет искоренен, просто физически будет искоренен, этот вопрос не стоит. И никакого временного отрезка он не предложил. Он сказал, что они там будут находиться на неопределенный срок. Американскую администрацию это не устраивает. Они призывают Натаньяху обозначить хотя бы концептуально постепенную передачу власти в секторе газа умеренному крылу Организации освобождения Палестины. Но тут есть одно большое препятствие. На западном берегу реки Ордан существует поселение, которое признает, правда, сквозь зубы и сам Израиль, поселение, которое находится на территории, которое было отдано будущему арабскому государству. И это закреплено в соглашении 2000 года при уходящем Клинтоне, когда тогдашний премьер-министр Израиля и Ясер Арафат подписали соглашение о том, что 90% западного берега реки Ордан перейдет к будущему арабскому государству, а при необходимости остальные территории могли бы подлежать обмену. То есть Израиль мог при согласии этого будущего арабского государства поменять часть своих территорий на севере Израиля на какие-то территории на западном берегу реки Ордан. К сожалению, за это время произошла так называемая ползучая аннексия, образовались поселения, и вот нынешний премьер-министр, являющийся заложником этих партий, он отвергает даже саму концепцию ухода этих поселений западного берега реки Ордан. Это довольно существенные препятствия для будущего глобального соглашения по будущему статусу этих территорий. Вы знаете, здесь Андрей Мовчан очень интересную предложил, если вы слышали, его идею переселить всех арабов с западного берега реки Ордан и сектора Газа переселить их в арабские страны, а из сектора Газа переселить в арабские страны, а в сектор Газа переселить более умеренное арабское население из этих стран. этих стран. Арабов-христиан, он говорит. Арабов-христиан, да, арабов-христиан-коптов. Мы имеем в виду из Ливана, из Сирии. Из Ливана, из Сирии, совершенно верно. Так что они хотят прям... Мне кажется, он объявил, он посчитал, он экономист, что это обойдется всего лишь в 250 миллиардов долларов. Ну, я считаю, что это идея, это утопия, и надо очень медленно, как это было с гитлеровской Германией, строить новое поколение, то есть считать своим поколением, то поколение, которое еще не родилось. Поколение, которому уже сейчас 17-18-20 лет, это поколение потерянное, к сожалению. Хамас, к сожалению, сделал свое дело, и многие из них, если и не сторонники Хамас, то и не сторонники государства Израиля. А насколько корректно параллели с Германией, потому что Германия всегда была процветающим, образованным и технологичным государством. И там была всегда почва для возрождения, потому что немцы — это люди с золотыми руками. И то, что они умеют делать, мы это используем по сей день. Насколько такие перспективы у палестинцев, арабов Палестины, и насколько, если им дать такой шанс, о котором вы говорите, насколько они им могут воспользоваться? — Ну, вы знаете, я считаю, что нет народов потенциально безнадежных, нет богоизбранных народов, наоборот. Арабы жили на этих территориях в 4-м, 5-м, 6-м веке нашей эры. Они пришли из Северной Африки. У них была довольно-таки процветающая, так сказать, на тот период страна, цивилизация. И если уже мы посмотрим на причинно-следственную связь, мы все начинаем с разных точек истории, поэтому не можем договориться. А если мы начнем с одной точки, туда пришли... Да, началось это все, правда, в 70-м году нашей эры, когда Римская империя разрушила второй храм, и евреи потеряли свое государство и расселились по всему миру. Но после этого ведь у нас были и британские колонизаторы, которые там похозяйствовали, тоже достаточно в кавычках конструктивно. Поэтому я считаю, что этот вопрос может быть решен, но он не может быть решен, как пытались сделать в одночасье. Ну, почему я спросил вас про это, потому что есть мнение, и об этом многие пишут, что эту территорию десятилетиями заливали деньгами, огромными деньгами. Ну, газом, перечислили. Если мы говорим о газах. Если сам Израиль. Но почему вот такое наличие денег в огромном количестве, оно не дало эффект? Почему не выросли цветы? А потому что сначала надо было работать с теми, кто был бы рецепентом этих денег, а потом уже эти деньги раздавать. деньги эти раздавали тогда, когда Хамас уже узурпировал власть. А Израиль умыл руки, Израиль вышел из этого территории в 2005 году, оградился колючей проволокой и забором, и предпочел туда не вмешиваться. Вот это была трагическая ошибка. Ну, тут трудно сказать, в чем была ошибка, потому что Израиль полагал, что это не его дело. И действительно у Западного берега, администрация Западного берега, сначала еще администрация, которую контролировала ООП, Махмуд Аббас, у них было множество спонсоров среди государств Залива, среди других арабских государств. То есть деньги в секторе газа были. То есть поступали гигантские ресурсы на развитие этой территории. Вот те, кто сейчас ставит вопросы об ответственности Израиля или о том, в какой нищете, в каком ужасе жило большинство населения сектора этой территории в 400 квадратных километров вынятых вдоль берега Средиземного моря, вот вы должны себе представить, что на самом деле ресурсов выделялось очень много. То есть мы сейчас не назовем точную цифру. Это десятки миллиардов долларов. И это благодатная земля. Это не кусок пустыни. Мы как-то приводили пример, что вот примерно такой же фрагмент территории, но примерно в 40 раз меньше. Во Франции это Монако. Но там население примерно такое же двухмиллионное. А тут 400 квадратных километров там были фермерские хозяйства, были лесопосадки, были орошаемые территории. Куда все это делось? И под сотню миллиардов долларов туда вложены за последние 10-15 лет. Огромные деньги. Да, они оказались с 2008 примерно года. Все эти средства контролировались двумя десятками функционеров Хамаса. Вот вы ответили на этот вопрос. Хамас узурпировал власть и соответственно контролировал денежные потоки. Мы знаем из истории современной, как залили деньгами одну страну, которая построила процветающую экономику. Это Восточная Европа, это Польша. Польша, Польша. Одна из, некая такая витрина Восточной Европы, где построили фантастически успешный средний малый бизнес. И она стала одна из процветающих стран. Польша здорово выглядит. Я недавно путешествовал, смотрел, кажется, что и в Германии. Им простили долги, которые были после распада империи советской. Помните, когда солидарность, там был кризис. Польша поборолась за свою экономическую и политическую свободу. И потрясающая сложность. Да, да, ну, то есть, вот такие примеры. У нас появился повод немножко поговорить о событиях в Европе, о поствыборных ситуациях как раз в Польше и в Словакии. И там, и там, вот сейчас правительство получили, получается так, правительство формирует лидеры правоконсервативных партий, ну, правоконсервативных фактически по содержанию Роберта Фитца, в Словакии и Моровецкого в Польше. Ну, в Польше Моровецкий получил мандат на формирование правительства от президента Дуды. Моровецкий возглавляет, представляет партию правоисправедливость, которая считается правоконсервативной, религиозной, такой суперконсервативной партией. Она получила около 35% голосов, но она не сможет по нынешнему раскладу сил, она не может контролировать большинство в Сейме. Большинство могут контролировать три оппозиционные партии, но пока у них нет права формировать правительство. Пока это право есть у Моровецкого, и у него потенциальный партнер только еще более консервативная партия конфедерация. Моровецкого, Моровецкого в процветающей Польше, в Польше, которая очень-очень помогла Украине в ходе вот этой войны, которая вложила очень большие ресурсы в Украину, в помощь Украине, которая дала возможность организовать такие транспортные хабы на своей территории, тоже для в интересах Украины. Вот в этой Польше сейчас довольно напряженная внутренняя политическая ситуация. Если Моровецкому не удастся сформировать новое такое право-консервативное правительство, предложит ли Анжей Дуда, президент Польши, тоже право-консервативный, предложит ли он этот мандат Дональду Туску, представителю польских либералов, у которых есть возможность с союзниками сформировать правительство. Это вопрос. Мы с Борисом спорили на этот счет. я считаю, что Дуда сделает все возможное, чтобы Туску не предоставить такую возможность. Он представит в парламент несколько раз по конституции, по-моему, три раза он представит кандидатуру Моровецкий. То есть он три раза даст ему... Три раза даст ему только для того, чтобы иметь возможность конституционно иметь возможность распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Ну вот хорошо. Но вот тут мы расходимся. То есть я полагаю, что если Моровецкому не удастся сформировать коалицию, то... То Дуду предложит этот Туск. То есть он поставит свои интересы, вернее, интересы Польши выше, чем свои собственные интересы. Я думаю, я думаю, что все-таки он предложит сформировать правительство Туску, который считается его политическим оппонентом, противником, он ему... Ну, они не ладят. Одна очень важная деталь. Почему в Польше возможно сменится власть, да? То, о чем мы сейчас говорим. Что удалось сделать Туску и его команде, и всем тем, кто хочет смены власти? Они ведь провели блестящую предвыборную кампанию и привлекли на выборы молодое поколение, которое терпеть не может это ПИС, право и справедливость. Именно благодаря тому, что молодые люди пришли на выборы и получилась вот эта вот... Я считаю, что... Она очень высокая явка. Она очень высокая явка. 78%. Да, это невероятно. То есть, это говорит о том, что есть определенные рецепты смены власти. Это привлечь новое поколение, которое терпеть не может. Одна из горячих тем была аборта, потому что консервативная партия провела указок законы, сильно ограничивающие аборты. Это очень сильно негативно подействовало на молодое население Польши. Да, к сожалению, такой рецепт не работает в России, потому что в России нет выборов. Ну вот, последний вопрос у нас перед окончанием. Это коррупционный дружок Путина в Европе. Это совершенно неожиданный сюжет, потому что оказалось, что у нынешнего премьера Венгрии, Венгрия, подчеркиваю, мы говорили о Польше, упомянули Словакию, но вот в Венгрии есть такой же собрат, политический собрат Роберта Фитца и Кочинского. Это Виктор Орбан, Виктор Орбан, который оказался противником введения санкционных мер против одного из министров российского правительства. Вице-премьер. Против вице-премьера. Против всех вице-премьеров и министров санкции приняты Европейским Союзом. Кроме одного Мантурова. Оказывается, что оказывается? Оказывается, Мантуров занят строительством атомной электростанции, которая называется ЛАКШ-2, а деньги на строительство этой атомной электростанции дает кто бы думали? Россия из 12 миллиардов долларов 10 миллиардов предоставляет заем России. А строит оказывается друг детства Орбана, которого можно назвать венгерским Ротенбергом. Знаете, при всех иных обстоятельствах, если бы не было в этой войне, если бы не было в России правительство, которое выстроило власть как деловую корпорацию в интересах небольшой группы людей, если бы не было все этого, ну мы бы сказали, строит электростанцию атомную, да ради бога, хорошо, хорошо, что Россия устроит, но мы обращаем внимание на то, что даже вроде бы строительство такого крупного объекта, благое дело, ну с разных точек зрения, по-разному, это результат некой коррупционной связи, вот и на это мы обращаем внимание. В заключение обращаем внимание, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы Другие берега, встретимся через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.